ну судя по сообщению сегодня в середине дня я так понимаю хорошо это фильм фильмы охуенные да да сейчас я звук отрегулирую ладно на сегодня мы смотрели три фильма режиссера армандо и анучи вот охуенные фильмы блять короче значит мы посмотрели фильм в петле мы посмотрели фильм блять смерть сталина и самое главное моё любимое блять мы посмотрели фильм значит более отличная история дэвида копперфильда 2019 года фильм свежий блять найти на английском языке его нахуй нигде нельзя я я я смотрю в оригинале поиск есть с английской дорожки жопу порвать пришлось знатно чтобы эту хуйню еще найти до посмотрел фильм и его стример маргинал да в общем я не знаю я думаю имеет смысл на я смотрел их в таком порядке вчера притык душ я блять забыл что надо фильма посмотреть я в итоге ночью блять смотрел говно чтобы спать я могу могу посочувствовать перенести смотрел я смотрел я в общем просто если я один раз перенесу я вам постоянно буду когда каловый фильм заказываю буду блять переносить так далее это тоже хуйня значит там уже люди и так не могут запомнить блять как какие фильмы в какой день и так далее то есть если еще переносить то это совсем пиздец будет значит вот это самое да не смотрел я их таком блять порядке сначала копперфильд потому что но я принципе знал что еду мне дико не хотелось смотреть два фильма знаешь в конце на руку будет два часа копперфильда вот так значит поэтому скопперфильда я начал потом посмотрел в петле который как выяснилось значит который как выяснилось я не смотрел до этого значит и пересмотрел смерть сталина в самом конце смерть сталина и оставил напоследок потому что но я уже знал чё там и принципе ее можно не досмотреть блять потому что я и уже видел вот то есть и вот так вот я их расположил можно в таком порядке обсудить да 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 и свежего ибо в таком порядке короче дэвид копперфильд значит так дорогие зрители охуенный фильм блять знаете когда вам кореша поручат короче выбрать блять фильмец нахуй для совместного просмотра настоятельно рекомендую блять если если вы очень хотите чтобы вас отпиздили блять блять короче на книгу я не читал если что то есть я думаю в чате вообще нет людей кто ее читал но я думал вот большой я думаю в чате до сих пор палатина блять зрители думают что это блять про фокус свободы это нихуя не шутка сейчас ну типа наверняка так и есть значит я до этого смотрел старую экранизацию но их до хуя кстати просто до жопы я видел экранизацию где гарри поттер играл главную роль вот ее показывали как сейчас помню по ренте в рубрике коллекция холмарк вот я давным-давно посмотрел да то есть там дэниел редклифф играл значит ну маленького копперфильда значит и там еще в об хоскинс был тоже то есть там принципе тоже там каст был охуительный достаточно при том что это би би си в общем-то но смысле бритиш бродкастинг channel имеется ввиду или как он там ничего на ловит очень ладно не би би си до этого я уже смотрел экранизацию копперфильда от би би си и ну ближе всего к попытке чтобы прочитать исходник диккенса я подошел на урок английского языка где были по моему выдержки из этой книжки но я не уверен что они во-первых были во вторых если они были не факт что я даже тогда их читал вот это был урок в россии да скорее всего они были адаптированы то есть не только имеет такое посредственное отношение к оригиналу да как и этот фильм ну вот собственно рецензия адаптированный давид катерфильда русского читателя это это бля очень плохо потому что из того что вот я в школе кстати из того что нам школе заставляли читать на уроках английского я отлично помню адаптированного пиноккио так вот вот эта версия дэвида копперфильда она больше всего нахуй похожего на буратино на там пиноккио наку какую такую хуйню то есть при всем уважении там карл колоде являюсь это как так вот такую колоде навалили блядь здесь и просто короче в общем этот короче я вам так это объясню поскольку соберись тряпка пишет гусары молчать я вам так это объясню смотрите дэвид копперфильд это типа классика англоязычной литературы примерно как christmas carol и так далее поэтому ну как у любого почти произведение диккенса но кроме самого пиздатого записок пикфикс кого клуба у него экранизация где-то 80 уже было как бы то есть ну просто до жопы блять то есть вот самого начала прошлого века как бы его экранизирует вот тут как кино появилось так собственно значит поэтому смотреть экранизацию дэвида копперфильда в вышедшую почти в 2020 году то есть почти только что имеет смысл только с полным осознаванием того что любой блять режиссер любой сценарист вообще какой угодно постановщик в двадцать первом веке снимаю что-то в этом роде будет пытаться нарочно снять не так как было блять у других до него вот ввиду этого блять нам еще повезло что эта хуйня не выглядит как эль топа блять как бы еще эль кука нахуй еще какая-то кстати очень похоже на фильм ходоровского вот этот который очень похоже блять на биопик ходоровского это это блять ощущение меня не покидало блять в ходе просмотра блять это кстати очень плохо блять потому что это вообще нихуя не атмосфера блять книг диккенса в принципе даже блять не приблизительно нахуй то есть причем снято именно с претензией вот на стилистику как вот биопик ходоровского или как возможно какие-то фильмы там жанна пьера жены и так далее то есть когда люди там блять говорят друг с другом у них мысли блять на стену проецируются низку я блять абсолютно типу очень много всякой визуальной комиксоидной хуйни при этом блять статичная камера постоянно то есть вот ну типа уже она пьера жены короче у него когда происходят вот такие вымзикл как бы хуйни значит ну типа проецирующиеся мысли на стену еще что-то в этом роде его блять дико динамичная камера почти всегда блять крутится нахуй там блять углы всякие интересные крупные планы и так далее в этой хуйни режиссер это ли сериальный режиссер если что и анучи он до этого собственно делал сериал по которому впоследствии сняли он же блять и снял этот петли то есть он сначала ебанул четыре сезона сериала потом по нему сделал фильм петли как как сикфилл сериал мы к этому еще придем значит да особенно в чужом воскрешение чувак блять чужой воскрешение визуально охуительный а если ты еще рассмотришь изначальный сценарий миши прочим там вообще заебись то есть между прочим жан-пьер жене он хотел чтобы фильм начинался с того что комар садится на и сигурни уивер начинает пить из нее кровь и растворяется из-за кислоты нахуй вот но ему зажопили эту сцену из из-за бюджета то есть жан-пьер жене он как бы охуенный в плане визуального ряда но вот тут короче были потуги на какую-то такую стилистику современного хипстерского кино в итоге получилось получилось в итоге блять я не знаю джуна но при этом ну короче то есть человек хотел быть жаном пьером жене по всей видимости но получилось диабло коде блять это довольно плохо вот блять что еще можно сказать про эту экранизацию ну из хорошего можно добавить что в действительности визуальная часть не выглядит хорошо то есть мне не иронично понравились костюмы как это все сделано то есть они так пышно и интересно выглядят может быть чем-то передают эпоху и ну есть такое четкое визуальное разграничение хороших и плохих персонажей по одежде да хорошие они цветы такие вот это это всегда предпризнак хорошего фильма да ну это просто работа людей конкретно то есть конкретно художник-постановщик мне кажется работал хорошо и отделить от содержания отделить от диккенса все это то наверное если бы это был какой-нибудь виллионка то было бы прям хорошо да есть такое просто понимаете дорогие зрители типа диккенс это это реализм то есть ну даже если он не называется реализмом я как бы типа не знаток у этих классификаций всех но диккенс это реализм так или иначе вы блять можете представить экранизацию нахуй братьев карамазовых стилистике блять вот этой хуйни и то есть или или блять анна карениной короче то есть ну типа блять не наверно можно было так снять конечно но я думаю мы к этому к этому придем то есть потом вот то есть вы такие же фильмы такой же проветочкой уже нашей классики это пугает причем собственно диккенс то и повлиял очень сильно толстого и надо стоянку достоевского не очень любил ну вот на толстого он повлиял как бы дай боже как и вот это именно вот то что это как бы фигуры равновеликие и представить такой там войну и мир чтобы в таких как бы в декорациях или вонки бегали в горящей москве это как бы ужасно причем актеры очень на добор разнообразный не особо логичный даже с точки зрения подбора причем не теченские темы при причем как бы я этого заметьте дорогие зрители этого даже не коснулся еще я я даже я даже не подходил к вопросу кастинга в этом фильме то есть если честно мне похуй смотрите в чем проблема эта стилистика она была не дожата просто то есть им надо было идти дальше то есть во первых сделать и сделать нахуй декорации как кабинете доктора калигори блять то есть просто с абсолютно короче шизоидной геометрии блять в абсолютно не рабочие нереально и так далее тусим нам надо было действительно оторваться от реального мира полностью и начать делать по большому то есть если они хотели показать что это настолько вечная как бы история до что она вот настолько на все времена что в принципе можно ебануть color colorblind кастинг то надо было хуярить как в фильме тит тайтис титан дроник джули теймор где просто у людей рандомно меняются костюмы то они там в древнеримской какой-то брони ходят то блять и у них какие-то блять платфорта нахуй сраны начинаются там парики и нахуй с буклями и так далее вот и все на рандома чаха не зашло бы не зашло бы то есть вот так вот хорошо бы может быть зашел бы какой-нибудь там шекспира да и вот может по актам разложить и когда свою эпоху перенести а вот да но понимаешь в чем дело они уже в этом фильме охуенно привязали к эпохе плетать и к эпохе примерно как и как блять мужик топор на это полная куине то есть как ромео и джульетта с каприо да короче такой стилистике надо было делать понятно что половина половина нахуй событий блять в этом произведении просто не будут иметь никакого блять смысла но они так блять порезали блять сюжет весь они типа они пизданули сюжет местами привожу пример когда блять в книге насколько я знаю насколько я знаю я могу ошибаться души не читал строго говоря не читал но в книге то есть когда всех там наебал бы этот юра и хип собственно как его разоблачили юра и хип нанимает этого блять прохиндея блять ёбаного которого здесь питер капальди сыграл вот он его нанимает блять по недосмотру и тот пиздит у него документы блять в в этом фильме у них просто в конце внезапно вбегает агнеса и горит и и я я передумала вот блять и секретные документы короче ну типа буквально это то так так сюжет то выглядит муфе фильме именно так так и происходит ну так как короче пиздец то есть сюжет блять не там еще есть несколько таких же абсолютно сюжетных моментов чё с этим юра и кстати происходят тоже не показано ему в ебло далее все на этом закон закончилась сюжетная линия как бы все гудбай ну охуенно но ну реально как как будто вот реально для детей какая-то хуйня при этом ксюш может он реально для детей нахуй может от реально детская экранизация какая-то типа ну он очень сказочный то есть он смотрится прям как бы сказочно так мило все хорошо радужно такие карикатурные прям злодеи но они есть карикатурные то в общем такая папа повестка видимо диккенса который я не очень согласен что люди которые там вроде бы как бы аристократы пытаются заработать денег они плохие вот люди те которые знакомы с долговой тюрьмой которые не могут выплатить свои долги они вот зашибись я тоже я тоже заметил да как бы охуенный чувак да опять-таки петр копальди вот но в то же время там есть и тот же юра и хип который принципе как бы тоже из низов как бы да и так далее но при этом как бы судить дико злобная мразь из принципе там даже даже в диккензе видна диалектика слуг и рабов я и за в курсе вы или нет но вообще в западной литературе начиная примерно с одиссеи прослеживается нет не господ это другая диалектика диалектика господ и рабов или слуг и господ это у гигеля а диалектика слуг и рабов это про другое то есть вот одиссей он когда проебался внезапно но выяснилось кто собственно из его бывшего окружения был рабом а кто был слугой потому что его рабы его нахуй по большей части предали вот устроили какую-то полную хуйню у него дома там с женихами и так далее вот а как бы его собака которая единственная его узнала когда он прибыл уже старым дедом и подохла сразу же от счастья на как бы показала себя скорее слугой они рабом и собственно в это почти в любом литературном произведении есть если она европейская и даже даже в дэвиде копперфильде есть значит услуги то есть как бы этого дэвида то есть вот эта бабка с дикой идиотским именем то есть вот эти короче нищие люди у нее там эта семья рыбу ловит короче рыбу там этих раков морских там так далее вот ну а соответственно юра и хип как бы он он раб то есть это это вот как бы именно образ раба то есть там виден просто контраст все то есть два типа как бы этих нищих людей они оба по-разному как бы чего-то добиваются но как бы как это делает юра и хип как это делают вот другие собственно люди низшего класса в том же произведение ну и получается что только юра и хип и еще добивается то есть перейти как бы особо его сажив книжки книжки его сажают в итоге вот это вот мне не нравится то есть он как бы говорит о том что нельзя зарабатывать деньги под деньги это плохо надо быть нищими надо быть вот повестка понятно очень близко к левой повестке сейчас и поэтому произведение востребованы поэтому его переиздают тем более в таком формате вот но мне это прям вот это основное почему не не понравилось принципе его весело смотреть но вот то что здесь зашито туда только это показано вот мне прям ну кошмар какой-то нельзя показывать порт людей на самом деле на самом деле мне как раз повестка до пизды потому что она сейчас такая в каждом втором фильме вот но смотреть мне было просто безумно скучно и просто на экране происходит какая-то блять постаральная хуйня причем даже когда у главного героя проблемы в жизни начинаются это все равно блять постаральная хуйня типа непонятно когда они начинают отлично ну и там еще немножко просрано когда пьяный этот каперфильд говорит что почему бы нам ниже рануть блять не пожрать лобстера это как бы нам сейчас непонятно конечно в чем вообще суть этой фразы но он просто получается по пьяни пропиздился что он в общем то из нищуков потому что лобстер в англии того периода это в общем еда для бедных очень вообще лобстер и но по-русски аж амара называется амара и устрицы это тогда собственно была еда для самых низших стаев общества они в общем-то сами их ловили просто то есть вопросом ну типа на ловил этой хуйни взял сожрал и все нормально спасибо за подарок для корм да спасибо убер разумист за подписку 13 месяцев собственно кстати говоря вот и вот это вот эти около рыбные диеты с рыбными соусами с значит всякого рода шелфиш там так далее то есть со всякой этой с близким говном которая была свойственна вообще английским и кстати новоанглийским рабочим это в общем то то что на лавкрафта повлияло в свое время почему у него там рыболюди всякие как бы какие-то уебищные пролетарского такого типа достаточно здесь в тени над им смотрим в той же это вот отчасти вдохновлено и именно тем что влиять англичане ну и соответственно новые англичане тоже которые просто перевезли свою культуру особенно вот роута и ланте какого-нибудь там примерно так же люди в общем то и жили долго да ну так вот по поводу дэвида копперфильда сказать нахуй нечего это унылая дресня чувак который эту хуйню заказал он охуенно нас затроллил вот собственно блять и все спасибо чувак охуенно блять посмотрели фильм обсудили блять весело нахуй но просто было больше сказать особо нечего про этот call а актеры хорошо играют то есть в принципе этот чувак который миллионеры струщоб он хороший актер вот хороший актер отличный очень хорошо играет вот это 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 все что можно сказать про актеров из этого фильма на твиче идем дальше на самом деле там там еще картинка приятная то есть все хорошо кроме диккенса такой же только без диккенса и он был бы намного но там в плане пляж чем дел там и диккенс появаешь он как бы урезанный по мудацки абсолютно потому что там просто сюжетные линии друг из друга не следует и не заканчиваются нихуя реально выглядит как детская какая-то пьеса то есть ну потому что дети они типа не могут усердно утренник ну да они не могут у себя в голове связать сюжет тем более не могут его изложить никак поэтому они блять отыгрывают сценки блять и они как бы соединены сменой декорации декорации блять уезжает одна декорация блять другая другой задний план блять его заменяет и начинается блять следующая сценка нахуй вот примерно так выглядит этот ёбаный фильм то есть это но в этом плане довольно плохо чё еще можно сказать блять д д д д д нечего нахуй сказать типа обязательно посмотрите охуенный я жду когда артификс короче на стриме теперь скажет блять чё-то маргинал порекомендовал фильме просто уже так один раз было с фильмом пистолет с глушителем где на кур играл блять блять чуть мне сказали маргинал порекомендовал фильм блять пистолет с глушителем я посмотрел чекает дико спасибо за 5 пишет расскажу сейчас расскажу куанч и спасибо за 100 чирьев спасибо так доната kings break fat 101 рубль а сколько вообще тебе нужно заданатить чтобы ты книжную анигиляцию почитал книга сносная да и довольно пугающая про и анучья я начал смотреть сраной 5 авеню и он очень плох какой-то юмор нелегкий не изящный не знаю что за 5 авеню ну чтобы я книгу какой-то читал это ну реально надо хуя денег то что я я не читаю книги просто ну ты типа блять не хочу хуй 100 рублей не пред маргарин помнишь такую бабу марину орлову ход for words наверное она недавно возобновила залив видосов на свой канал и судя по всему она чутка отвинулась жалко короче ты вроде следишь за всякой губой западном интернете не в курсе что с ней суши нет значит я не знаю все таки кто это не я не помню кто это куанчи 100 чири спасибо за 100 чири спасибо топич это самое так ну про копперфильда вроде все вот вопросы аудитории есть на дорогие зрители есть ли у вас какие-нибудь вопросы про блять дэвида копперфильда не фокусник про что фильм но был уже объяснили типа экранизация диккенса дэвид к прожмель блять дэвид к прожмите тот кто заказал такую на аукционе фильм про то как круто быть нищими и сидеть долговой тюрьме да есть такое но аристократия их как бы выручает в конце ну типа не просто живут вместе блять на хате у каю внучатой тети главного героя и все мне причем причем манеры какие-то и его традиции они тоже здесь высмеиваются когда то есть вот этот у мамы копперфильда появляется новый вот этот пахожор и муж получается и и он в принципе аристократ судя по манерам и поведению одежды то есть и это считается тоже плохо плохо зарабатывать плохо быть аристократами безответственными людьми до саши из москвы спасибо за подписку 10 месяцев пасит топич то так ладно в общем нету короче нихуя никаких вопросов всем насрать ну в принципе удивить да 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 какой-то фильм как-то вверх ну как его так действительно насрать кто мог подумать лес рук блять пиздец короче мы возможно может быть вернемся к копперфильду еще блять чтобы ну но вряд ли следующий фильм блять петли получается до следующий фильм блять удивительная история дэвид блэйна короче следующий фильм в петле до 2009 года значит в петле это сиквел сериала блять значит при этом в петле но это опять перевод над мозгов то что in the loop переводится как в курсе в теме то есть in the loop означает введен в курс дел то есть когда ну то есть это когда ты типа инсайдер либо в повестке наверно было бы на повестке в курсе дел положим как бы то есть вот как когда чая человек введен в курс дел осведомлен спасибо за 100 чири в плане чипа себя значит да это сиквел сериалов который отхуярил по моему сезона 4 перед тем как вышел этот фильм поэтому когда ты начинаешь его смотреть блять ну как бы первые минут десять вообще непонятно кто нахуй есть кто в принципе значит но потом постепенно втягиваемся я одно могу сказать я не знаю за британскую политику ничего насколько насколько я понимаю там она мягко говоря карикатурно изображена но вот скажем так политика американская особенно все что касается вот этих вот как бы стажеров в вашингтоне с гига хуительным будущем просто нахуй один в один то есть вот то с чем я сталкивался по крайней мере косвенно шапошно то есть блять очень похожи поэтому в этом плане этому фильму огромный плюс за то как в принципе показано вот американская бюрократия особенно особенно в вопросах блять ну как там в начале сказали там вашингтоне одни ёбаные дети да то есть особенно в вопросе 5 быных детей блять в вашингтоне очень реалистично при том что это блять комедия типа причем гротескная комедия в этом плане можно с сериалом северяне сравнить который тоже комедия тоже блять карикатура пиздец какая нарочно но она более исторически аутентичная чем блять сериал викинги значит и здесь ну типа в петле мне понравился этим и он мне еще понравился некоторыми шутками то есть местами было смешно несколько раз в голос проорал интересно ли было смотреть ну я сказал скорее да стал бы я смотреть это просто так полностью при этом полностью она нет все таки то есть это не моего типа кино мне не нравится такой стиль съемки я понимаю что он не про картинку вообще и собственно учитывая что этого режиссера большинство проектов выглядит вот так не удивительно что блять дэвид копперфильд выглядит так как он выглядит нахуй вот как бы да ну блять что еще можно сказать ну продолжу тогда соответственно да съемка такая в виде некоторого маквиментаре как будто вы за героями следят как в сериале там офис какой-нибудь и и прочее мне наверное из всех трех фильмов in the loop соответственно нравится больше всего как-то он не ближе по юмору и по происходящему то есть этот абсурд всего что там происходит абсурд политики некоторые кошмар политики дачу вот это стоит сцена с гандальфини когда он на детском калькуляторе считает потери которые возможны при вторжении в другую страну являясь соответственно министром обороны получать вот он просто считает потери на детском калькуляторе это просто вопиюще и страшно и и страшно что это скорее всего правда то есть в действительности политики политика она устроена так то есть кто думает что это система контроля всего это что есть какой-то великий замысел этого не существует достаточно кого-то может быть неудачного интервью с которого начинается весь фильм что он случайно говорит том что войны нельзя избежать или что подобное да и из этого все разворачивается по сути весь сюжет потом припоминает фразу забраться на гору конфликта и в итоге война вот как бы она разворачивается вот так вот из такой вот ерунды из такой ерунды и она получает поддержку очень хорошо передан общий хаос происходящего в политики то есть как все готовят какие-то документы уже так управляет кто-то там вот этому звонит там в bbc чтобы вот это интервью не давали чтобы его дали расчеты и управление это похоже как работает целом политики ну во всем случае в россии опять же не могу говорить работает в королевстве но в россии все таки есть так это устроено так такой же хаос какой-то документ который на самом деле опровергает типа вот это вот вмешательство военное просто удали минусы и это будет уже документ разведки мы его отдадим и все хорошо и вот все вот такой вот какой-то симуляция деятельности симуляция всего происходящего она вот в этом фильме передана великолепная и собственно поэтому фильм безумно смешон то есть здесь юмор он ассоциируется с такой вот горечью что нами управляют вот такие вот люди и вот они решают какие-то важные вопросы но не могут решить просто вопрос со стеной потому что это большая просто типа бумаг чтобы эту стену взяли починили и она там не сдавила матушку вот персонажа который пришел просто голосовать за этого министра ну и стена она рядом то есть еще важно больше стена она рядом ее как бы видно виден прогресс и как бы потрогать можно и как только начинается возможность аудита какого бы то ни было принципе как только появляется возможность проверить результат работы вот тут начинаются проблемы блять серьезные охуенного министра да есть такое и и мне кажется есть некоторая скорость карикатура в целом на политику потому что вот это я не это понимаю на помощник кого-то получается женщина которая похожа на меркель она вот прям вот у нее прическа похожа в целом стиль одежды как будто бы хотели ее спародировать а при этом вот этот министр он очень похож на медведева я не знаю но вот серьезно то есть как будто бы они хотели изобразить изобразить то что маленького роста это неуклюжий какой-то нелепый это вообще по поводу глупости говорит и мы тут тут получается но тут получается это как бы путин посмотрел сериал как бы британский просто к когда-то медведев зашел на престол в восьмом году к 2008 потому что сериал 2005 запустили и насколько я понимаю это постоянный персонаж вот я конечно могу ошибаться не знал ну вот мне вот запоминает медведь вот такой же какой-то мелкий чертон там какие-то такие вещи нелепые говорит и как бы по сути него юмористический образ но он при этом пытается будет вот мину делать при этом до в тысячу восьмом отправить ну вот то есть в общем короче мне понравилось очень смешно при этом очень жизненно то есть я большой сторонник того что но если снять какой-то жизненный фильм чтобы все было жизненно я сторонник вообще того что это вполне себе легитимная форма юмора то есть как фильме горько то есть и в этом плане in the loop но во многом как как горько только но более интеллектуально требовательной вообще не намного то есть ну он просто более диалоговый то есть там не меньше люди корчат рожей как бы пью другу по еблу и как больше разговаривают в этом плане надо надо просто ну и иметь достаточно интеллекта чтобы дослушать диалог до конца как бы и типа не уснуть если у вас с этим все в порядке то вам по идее должно зайти конечно на английском там красиво ругается очень красиво ругается английском языке самый красивый фильм где красиво ругаются научиться ругаться развивать фантазию петле in the loop это лучший вариант да он популярный интересный так лексически лексически интересный фильм действительно на этом плане персонаж питера к питер капальди или короче персонаж этого капальди вот значит и этот второй еще чувак есть который тоже шотландец по сюжету это появляется это тоже видимо какой-то периодический персонаж из сериала потому что иначе не ясно какого хуя высрался как-то вне за хуй на хер он блять нужен ну типа сценарно на хер он нужен то блять ну окей вот то есть в принципе неплохо мне понравилось неплохая комедия неплохая сатира и что еще хотел сказать что еще не гональфини сам по себе неплох он такого играет какого-то странного генерала на самом деле без яиц то есть вроде бы как бы свиреп и вроде бы готов увидеть прям сейчас на так как там очень смешно когда ему встречу переносит он в кабинете там ждет соответственно как министр или не помню кто-то является по чину другой персонаж он хочет раздолбить что-то нелепое делает очень хорошо сыграно по-моему это вообще последняя запоминающая роль гандальфини да есть такое есть такое да короче в общем нам зашло в целом вопросы дорогие зрители блять вопрос этот будут да 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 донат купит рублей подскажи как сделать такое освещение в комнате это светодиодная лента или лампа где такую взять на самом деле дать светодиодная лента и которая продается в магазинах леруа мерлен идешь магазин и покупаешь ничего сложного нет да давайте вопросы будут ли вопросы про фильм в петле фильм достаточно неизвестный при этом то есть его смотрела а я так понял не очень большое количество людей я удивился что ты его не видел его козел посмотрел него габлач пиарил сериал я точно не смотрел я его существование узнал буквально этой ночью я долгое время думал что этот фильм смотрел но как выяснилось меня просто воспоминания были от трейлера который форсил габлач на тупичке блять узнает когда вот in the loop не смотрел и так понимаю по тематике близко к фильму хвост виляет собакой или плохое сравнение слушай хвост виляет собакой блять знакомая чё там я помню на вхс и он был безумно но я видимо не видел сериал теперь будете смотреть я не буду потому что он очень давно вышел то есть я типа по политическая сатира она как правило очень дейтут то есть я не я посмотрел что такое современное то есть мне он чем-то и напомнил игра на понижение вот чем-то тоже по такому абсурду происходящему когда все говорят что все хорошо все нормально и вот этом абсурде как-то балансирует и существует да да но вообще этот этот фильм он по стилистике похож на комедийные британские сериалы по типу там офиса массовки то есть сериалы рики джервейза очень похожи ну и кстати офис говно вот массовка кстати смешная было то есть я могу порекомендовать если если вы нормально в плане британского юмора типа воспринимаете какую-то по идее может может вполне себе зайти да кстати вот еще тематика поколения разрыва поколений то что новые люди которые приходят они крайне не профессиональные то есть они вот совсем оторванные вот общей повестки это сказать от этой вот и это четко показано то есть это легко сливают данные там совсем небрежно всем обращаются то есть по сути их непрофессионализм вот этих вот новых сотрудников приводит ко всем ко всей этой ситуации которые разруливают более опытные министры был еще хороший сериал который к сожалению конце льнули после первого сезона назывался на грани там там главную роль играл это как его звать то лестница иакова побега шеушенка как актеру зовут я не помню я не помню но все все поняли короче сериал назывался да да брэнк назывался тим роббинс на тим роббинс там играл собственно очень топовый сериал то есть я именно что его прямо на релизе смотрел и было очень смешно его взяли и конце льнули но я все равно рекомендую глянуть он тоже в принципе про полите про как бы хаотичную некомпетентную политику но при этом там еще и экшон есть надо будет глянуть потому что в принципе вот в петле мне вот интересно как так такая тематика и время именно за кулись и политическая но как бы не приукрашенная не то что мы видим там передачах аналитических именно реально как жизни больших пиар-агентства по сути главные герои ну они завязаны на 5 происходит под и гиды пиара это как бы круто интерес на правду сатаник стоит пишет как как что как не понимаю я я тебя не понимаю пистолет с глушителем личная история что еще есть пиздатого у поля робсона не ну и ухнем вообще в исполнении поля робсона занимала топ американских чартов два года то есть ну как бы такое ночью я так понимаю нет вопросов давайте блять смерть сталин а вот сразу что значит давайте смерть сталина сколько у нас будет стоить смерть стабилин да в общем блять ну донат пришел планчи 999 рублей пук с реньк спасибо за 999 рублей вот вам из смерть ста Это тоже в каком-то роде смерть Сталина, но в другом фильме. Нажми еще раз, пусть пернется. Да-да-да. Я думаю, что можно в принципе в опершопе можно начать продавать тюбики зубной пасты в форме Сталина. Блядь. Духлый, вот такой. Ладно. Точнее, не зубной пасты, блядь, а вот этой хуйни от прыщей, которая черная с углем. Ладно, это самое. Смерть Сталина, блядь. Почему ты всегда грузин придираешься? Потому что мы такие простые гнутые. Это знаменитая цитата Иосифа Виссарионовича. Да. Главное, главное запомнить, что про фельдмаршала и ефрейтора это фейк. А вот почему ты всегда грузин придираешься, а настоящая. Ладно, короче, смерть Сталина, блядь. Смерть Сталина, в принципе, хороший фильм. Вот. Прикольная пьеса, блядь. Это очень забавно. При этом... Сейчас донат проорет. При этом внезапно получилось достаточно... Блядь, достоверно. Вот. Что... Ну, очевидно, не было целью авторов, потому что, как бы, я думаю, что, блядь, сценаристу реально похуй было совершенно достоверно. Не экранизировали комиксы. Может быть, поэтому... Вообще, любой фильм это экранизация комикса, потому что всегда есть этап сторибординга. Как и саблик тупо рисуется сраный комикс. Вот. Ну, не суть. В общем... То есть... За исключением персонажа Молотова все вполне достоверно. На уровне исторического кино, по крайней мере, точно. Очень жизненная сцена, когда вначале Тарвич Сталин попросил концерт записать ему. И, блядь, всех-всех согнали обратно в зал. Причем не только музыкантов, но, блядь, и зрителей, что бывают, что бы они нахуй хлопали. А те зрители, которые уже разъехались по домам, там, короче, их места... На их места собрали людей с улицы, чтобы был полный зал, чтобы не поменялось акустика. Это охуенно. Ну, это, кстати, реальное событие. То есть, это не какая-то придумка авторов. То есть, так было. Ну, я... Вы в реальности. Я и говорю, это, блядь, жизненно, нахуй. То есть, это, типа, реально так, блядь, и происходило. Такую, сука, просрали страну, как говорится. Заебал, ответь уже про Сталина. В смысле, а что? А, ты где-то нахуй? Блядь. Это тот же хуй, который я писал на хайлайте про РПГ, блядь. Спамил в чате про Сталина. Да, ну там, там и Берию, ебанули, тоже, кстати, довольно ярко в этом фильме. На самом деле, все весьма-весьма, весьма-весьма круто. Что, блядь, можно сказать про фильм Смерть Сталина, кроме того, чтобы уже дохуя раз, в принципе, сказано. Ну, я один раз в голос посмеялся, повторюсь, вот ровно с одной сцены, когда Хрущев предлагает Маленкову провести рокировку во время, блядь, этих, этих, в этой, блядь, похоронной, короче, процедуры, говорит, ну, блядь, сделаем вид, что церемониальная какая-то херня, блядь, начинает крабиком к нему, короче, приближаться. Это говорит, что ты, сука, делаешь, блядь. Это, это было очень смешно. Вот, я на этом проорал, но только при первом просмотре. То есть, фильм смешной, но не ха-ха смешной. Так скажем. Ну, неравномерный, по-моему, в конце он уже как-то так уже надоедается. И вот это вот карнавалом и хочет чего-то нового, а там ничего не происходит. В принципе, смешной с самого начала, то есть, мне понравилась сцена, когда Берия и Хрущев друг друга животами в Рапиде так бьются. Очень странно, но очень комично, такой своеобразный английский юмор. Удивительно, что во России этот фильм как-то посчитали враждебным, потому что он настолько ламповый, настолько приятно изображается и все это политбюро. И, в общем-то, оно не выглядит таким кровалым, каким является на самом деле. Ну, помимо Марка Сталина. И что, в общем-то, все хотели уже курс на либерализацию, будь то Берия, будь то Хрущев, а дальше лишь какая-то политическая возня. И тот же Жуков, который выглядит просто как супергерой какой-то, человек, который может порешать все и всех двумя калашами. Это тоже очень круто, и мне кажется, нисколько это с фильмом русских. Не может как-то оскорблять, а только возвышать, что такую страну просрали. Вот. Да. Причем смерть Сталина была вроде бы запрещена к показу в кинотеатрах, насколько я понимаю. Ну, там же ТП было, ее все равно показывали, но очень-то так она полуподпольная все это происходила. А Хрусталев машину нормально. Да, там же совсем на Сталина не издеваются. Да, то есть это, это, да, это, блядь, без проблем. Вот. Просто в Сталине он ссыться, а в этом самом в Хрустале машина еще и срется. А-а-а, о-о-о, блядь, ну, вообще хотелось бы аналитику от постмодернистских, значит, от Люссери Горей, там, и так далее, про жидкие и твердые природы, блядь, то есть, почему один фильм был привилегирован над другим? Ну, просто у нас фаллогоцентричное западное общество, оно как бы твердые вещи привилегирует над жидкими, поэтому Сталин, обосравшийся после смерти предпочтительнее обоссавшимся на кубе. Знаешь, я думаю, что, блядь, такими темпами расцвития всякие, блядь, всякие, блядь, отечественные комитеты по культуре, по всякой хуйне, они примерно такие, блядь, доклады писать и будут. Ну, там еще важно, то есть, с него снимают вот эти обосранные ритузы и бросают в сиделку, говорит, что, она говорит, он был чистый, а он говорит, грязный, чистый, грязный, мне кажется, вот в этом, то есть, народ обмазывает вот этим вот выделениями вождя и преисполняется. Да, ну, я думаю, чтобы фильм совсем зашел, надо было, блядь, труп Сталина на плечо, короче, водрузить, блядь, и шить, как бы, из сталинской жопы по фашистам, короче, хуярить, блядь, тогда, тогда, как бы, тогда, просто, блядь, кинотавр обеспечен, блядь, всех кинотавров возьмет, блядь, но, к сожалению, так и не вышел, блядь, Утомленные Солнцем 2.75, блядь, как бы, хуярить, ну, видишь, это, это, это логичное продолжение, потому что, если ты помнишь, Утомленных Солнцем фашисты, они, как бы, срали на народ, и, вот, как бы, это продолжение, то есть, взять вот эти вот, сталинские выделения и отомстить ими, потому что, это выделение всего народа, выделение отца. Ну, я думаю, что, на самом деле, фашистам повезло, в, в, блядь, в Утомленных Солнцем 2, потому что, вот, если бы они, в тот момент, когда они срали с, самолета, пролетали бы над прорезиненным дотом, блядь, то, как бы, я не знаю, мне в школе, если что, рассказывали преподаватели с абсолютно серьезными лицами, типа, ну, то есть, вот, это, это была с их стороны не шутка, что в Великую Отечественную войну, блядь, были специальные прорезиненные доты, от которых отскакивали бомбы нахуй обратно, это была бы совсем мультипликация, блядь, да, 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 то есть, задумайтесь, то есть, когда вы видите человека моего возраста, который, очевидно, ебанутый, задумайтесь над тем, что, как бы, ты приходишь в школу, тебе человек с абсолютным авторитетом сообщает, блядь, что березы растут только в России, блядь, что от прорезиненных дотов, блядь, бомбы отскакивают обратно в бомбардировщик, нахуй, типа, экономия на ПВО такая, охуенная, и так далее, то есть, ну, типа, так и победили, ну, а для ребенка окружающий мир, блядь, превращается в лунитюн с ебаной, как бы, потому что, когда в школе такую хуйню рассказывают, да, ну, и при этом говорят, типа, Великое Отечество, самое важное событие, блядь, в нашей истории, в принципе, вот, и при этом, вот, прорезиненные доты, блядь, то есть, короче, я ебал, в общем, Смерть Сталина очень реалистичный фильм, на самом деле, на фоне всей хуйни, которая вообще есть, в принципе, как бы, и про Сталина, и про, и не про Сталина, блядь, в общем, да, мне в школе рассказывали, что только в Беларуси березы белые, блядь, но я надеюсь, хотя бы школа была в Беларуси, блядь, при этом, а то совсем как-то раз, фильм антисоветский, или нет, не, ну, в целом, конечно, да, ну, по крайней мере, он, анти, вот, тот, как конкретно, советский период, потому что там, как бы, не показаны никакие другие периоды, понятное дело, что автор, скорее всего, как бы, анти, и все другие периоды, блядь, советской власти, тоже, но они просто не показаны, то есть, там показано, блядь, показан мужчина с кустистыми бровями, который косо смотрит на Хрущева, блядь, в конце, и типа, как бы, и все, поэтому... Я бы сказал, что фильм вообще не сконцентрирован на показ какой-то там, в целом, системы, он в чем-то является политической сатирой, тоже, и политическая сатиря просто в другом строе, то есть, как она могла происходить, как этот абсурд могла происходить, но при коммунистическом строе, и он это хорошо описывает, показывает какую-то борьбу, соответственно, между Хрущевым, между Берией, которая была в действительности, то есть, не какие-то там выдумки, и в действительности Берию именно так же задерживали, то есть, сцены, когда врываются военные и уводят Берию, она имела место быть, то есть, это удивительно, просто, когда я просто изучал какой-то, посмотрел этот фильм еще, основу, что так и было, то есть, они пришли на собрание, там была кнопка, какая-то, они нажали на эту кнопку, пришли, задержали Берию, как бы, это невообразимо, что какие-то вот такие интриги, достаточно интересные, достаточно любопытные, происходили в советском строе, это не было какой-то такой, совсем, заржавелой еще тогда структурой, которая потом станет при Хрущеве, которая вообще была импатентной во многом, и ничего там не происходило, вот бы была, это война за власть, война за более либеральную позицию, после диктатора, наверное, такой же будет после Путина, не знаю, похоже. Да, в чате пишут, мне в школе училка рассказывала, что во Второй мировой у немцев были специальные автоматы, которые стреляли иглами, и типа если игла попадет в тебя, то она сразу стремится через весь организм к сердцу, чтобы его поразить. Ну, знаешь, блять, как бы, мне в школе не рассказывали про немецкие автоматы с иглами, но мне в школе рассказывали, что если ты сядешь на иголку, вот, и как бы, или там наступишь на иголку, адъезд наступишь на иголку, короче, пяткой, то иголка может по системе кровообращения в сердце попасть в итоге. Но это, правда, не учителя говорили, это просто, типа, школьники верят во всякую хуйню. То есть, про... У нас была такая же, такая же телега была, про... про иголку, разумеется, что случится, не может, в личке. то есть, теоретически, наверное, если какой-то... Спасибо, чтобы издить, чувак, блядь. Нам в школе, кстати, лекцию Жданова ставили про пердящих бактерий. Нас всех согнали специально в класс, где у нас английский был обычный, и, блядь, поставили вот эту хуйню. То есть, про то, как бактерии в шампанское пердят. И все смотрели, причем, по обязаловке смотрели вот эту хуйню. Серьезно. Абсолютно серьезно. У нас еще был предмет валеология, и там учили, что надо меньше есть, ходить, короче, тебя учили, как надо жить, чтобы у тебя все было хорошо. Очень странная хрень, я не знаю, единственный поток, может быть, еще до нас был, кто ее изучал. Вообще, странный предмет, как он в школьную программу попал, и на чем это все основывалось. Странные истины говорили, что нельзя терпеть, и надо ходить в туалет. Да, нам географичка ставила документалки про план Далеса. Нет, нам про план Далеса не ставили, но мы, блядь, на географии в качестве пособия смотрели фильм День независимости. Да, это тот День независимости, когда инопланетянин напали, если что, это не какой-то другой День независимости. Известная научная пособия? Ну, типа, вот, ну там географ говорил, там виды, блядь, охуенные, короче, я не помню, там, дико-хуенных видов, я помню, блядь, как инопланетянин щупальцем душит, блядь, этого чувака, который андроиды играл в Стартреке. Географы часто вот в сериале Школа, они как бы за такое патриотическое воспитание, возможно, на самом деле, вид вот этого Белого дома он имел в виду, для него был интересным, поэтому, видимо, он это продвигал. Нам на уроке биологии включали знаменитый фильм про память воды, что вода от тяжелой музыки становится хуевой. Да, я видел этот фильм, блядь, по первому нахуй каналу, блядь. Понимаешь, он называется Великая тайна воды. Серьезно. Причем, это не просто какая-то хуета, которая посреди ночи, типа, шла, то есть, это не как по НТВ Гордон, блядь, то есть, который может толкового человека пригласить, а может, блядь, ажажу, нахуй, ему насрать абсолютно. Вот, то есть, этот там... Гордон породил стриминг. Да, да, это, 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 это просто полуночная какая-то хуйня, а Великая тайна воды, она, блядь, рекламировалась, блядь, она рекламировалась все дневное время, и потом, блядь, в прайм-тайм эта хуйня, блядь, ебошила, ну, а утром повтор, соответственно, то есть, люди такие, о, то-то, то-то вода, блядь, по вкусу, то-то, то-то, блядь, из крана вода, блядь, по вкусу, как говно с чесноком, нахуй, охуенно, это она, на самом деле, это же началось, вот, начиная с, Ленингриб, то есть, это вот первый, первый проект, говорили, Ленингриб, то есть, у него грибница растет, ну, на вся этом, в форме, в его, вот, этот, бронетранспортер, на котором он ездит, вот, и, то есть, люди, серьезно, они настолько были, в то время, пропитаны этим телевизором, они настолько верили, того, что они вещают этот экран, что они это воспринимали, ну, как действительность, такую интересную теорию, на которой можно подумать, и не воспринимали это, как юмор, какой-то, типа, троллинг, как часто можно выразиться, то есть, для них это не было, такого понимания, это, это ужасно, и вот эти передачи про воду, и вся вот эта фигня, это же, она же просто, люди, которые нам преподавали, они были засоренным сознанием, то есть, у них не было, какого-то критического мышления, они видели, они и, и несли, ученикам, то есть, это кошмар. Да, есть такое, Алистер Кролли, 616 рублей, вы заметили, что дочки с Райлина, постоянно предлагают присесть, она все время отказывается, и случается это только к концу фильма, и сразу на бутылку, и, ну, почти, не заметил, ну ладно, Алистер Кролли, 100 рублей, смерть Сталина, это одновременно очень смешной, при этом еще грустный, людей убивают постоянно, по сути, геноцид показывают, очень достоверный, визуально интересный, актеры играют топово, и поэтому этот фильм в миллиард раз пиже, чем в петле, ну, смотри, в металле не выдержало, вот этот абсурд до конца, в петле, там все-таки есть сцена, про подсчет потерь, на детском калькуляторе с животными, то есть, опять-таки, ну, как бы, понятное дело, что геноцид там не показывается, потому что, ну, в петле он не про геноцид, то же, смерть Сталина, она, блядь, про сталинский СССР, то есть, как бы, там, типа, нельзя не показать, блядь, геноцид, значит, далее, ну, насчет очень смешной, типа, не знаю, смерть Сталина, она, ну, не ха-ха смешная, повторюсь, при первом просмотре, один раз, по сути дела, лальнул, и все, очень достоверный, ну, в петле тоже, визуально интересный, ну, вот, про визуально интересный, я, в принципе, пожалуй, соглашусь, смерть Сталина, он действительно, визуально пище, значительно, чем в петле, а тут даже, как-то сложно, как-то спорить, актеры, игра, актеры, и там, и там, хорошо играют, но, в смерти Сталина, там, там, кастинг, побогаче, значительно, там, бля, Стив Бушин, и в роли, в роли Хрущева, то есть, там, ну, да, ну, и там, действительно, есть, очень, хорошие актеры, то есть, вот, действительно, вот, Андрея Райсбера, Сталина, отличная актриса, и поэтому, этот фильм, миллиард раз пишет, чем в петле, ну, не в миллиард раз, чувак, на мой взгляд, в петле, мне показался, смешнее, значительно, чем смерть Сталина, и, но это, все-таки, сатира, на что-то, совсем близкое, то есть, совсем рядом, смерть Сталина, это, сатира, на, какую-то, хуйню, которая была, хуй знает, когда, то есть, это, конечно, не там, древний Египет, блядь, ну, все равно, не наши дни, вот, ну, да, смерть Сталина, хороший фильм, вот, но в петле, мне, просто, нравится, пересматривать, я не то, не то, наверное, не буду, хотя, если серьезно, я бы, наверное, если бы мне надо было, один из них, пересмотреть, я бы, все равно, смерть Сталина, наверное, пересмотрел, вот, он, действительно, визуально, занимательнее, потому, что в петле, он, это, чисто, диалоговое кино, то есть, там, особо, вообще, смотреть не на что, вот, ну, конечно, конечно же, конечно же, ничто не сможет, забороть, такую мощную картину, как, личная история, Дэвид Копперфильда, блядь, того же режиссера, боится признаться, но он бы не смотрел ее, я почти уверен, да, да, наверняка, садом, наперед, блядь, припрячем, обязательно, так, диалоги, поинтереснее стали, и, заебись, в этом и была задумка, режиссера, на самом деле, помню, как по первому каналу, передачу, где люди пытались силой мысли, ложки гнуть, а, блядь, с мамой сидел у телевизора, со столовой ложкой, повторял за людьми в телевизоре, не получилось согнуть, кстати, ну, ну, часто получается, я надеюсь, ты уже вырос, научился, да, готов, все умеют, чувак, от тебя скрывают, просто, я, блядь, постоянно, нечаянно, гнул, блядь, ты как на велосипеде, то есть, если один раз получится, то потом уже не разучишься никогда, да, бист, тысяча и один рубль, паучище, начал смотреть тебя на ютубе по рофлу, я охуел, первый раз на стриме, очень хотелось бы узнать, откуда такая кличка, паук, я, я, раньше был пауком, по теории животных архетипов, сакрамара, потом меня перевели в собаку, в собаке, вот, я, теперь собака, но кличка паука осталась, маргинал, он же Толя, он же пчела, он же собака, он же паук, он же Эль Куки, не, мой любимый фильм, Анатолий Капрачмиль, в поисках женского тепла, думаю, ты видел, что ты, скажите о картине, но это еще одна экранизация, ты вид, Каперфильдом, блять, только отечественное, как считать, можно ли вообще кино без визуал-арта называть кином, в смысле, ты, что ты имеешь в виду подкино без визуал-арта, ты знаешь, такой визуал-арта вообще, это ведь, это ведь, это значение, знаешь, типа, в википедии, посмотри, что такое, визуал-арта, блять, а я кто, как себе рассчитать этот архетип, спросить у Сакрамара лично, это единственный способ, блять, что с проектом, жених приехал или как-то, ну, блять, типа, карантин, какой нахуй жених приехал, жених на удален, надо делать, ну, типа, да, это хуйня какая-то, нахуй спрашивает Сакрамара, любой ответ, окунь-колоед, блять, я, блять, если честно, я не удивлюсь, если окажется, что, оказывается, что, так и есть, Сакрамар, в ответ на вопросы, про, про то, кем тот или иной человек является, по его классификации, теперь, по умолчанию, блять, отвечает, окунь-колоед, нормальная такая, переоценка ценностей, у человека, предошла, холло, 100 рублей, что думаете, про режиссера, Зака, Снайдера, и его ситуацию, с его лигой справедливости, имею ввиду, что она, все-таки, выйдет, ну, если вы, чувак, я, как бы не хочу лопать твой пузырь и справедливости так-то вышло по год 4 назад ты наверное имеешь ввиду режиссерская версия вы выйдет или нет но понимаешь учитывая какой фильм говно я думаю что режиссерской версии не будет намного пищи я очень сильно сомневаюсь что в режиссерской веры я очень сильно очень режиссерской версии по такую компьютерная графика будет переделана например вот у меня есть очень сильные сомнения в этой самой нахуй лиги справедливости cg на уровне студии асайлом вот то есть и я сомневаюсь что как бы супермен будет с усами да то есть у меня тоже как-то риски нет сомнения то есть если бы можно было перекроить весь фильм полностью вообще то есть не переснимать но вот если там сохранились все исходники и блять каком-то хуя блять заг снайдера отвалят деньги чтобы переделать блять всю компьютерную графику фильме и оставят блять этому генри кэвиллу усы то в принципе из фильма могло бы что-то нормальное получится душ я напоминаю мне в общем-то бэтмен против супермена понравился не при первом просмотре мне потребовалось пересмотреть но он не зашел но лига справедливости просто настолько хуёвый фильм что то есть даже с предвзятостью в пользу этого фильма изначально просто просто какое говно двое в очень плохо там даже актеры но до съемки выходили нихуя себе зачем но они очень переживаем проект они они же будут они же хотят вселенную делать то есть у них какого-то провалившийся блять фильм как хуй во лбу потому что у marvel блять выстрелили эти нахуй мстители в свое время неуловимые который принесли им пиздец какие деньги все хотят киновселенную ёбаная с universal своих сраных монстров блять двухсотлетний блять давности пытается запустить еще со времен блять выхода блять и мумии с бренданом фрейзером блять то есть у них середины девяностых нихуя не получается они продолжают до сих пор так что и ну типа в эти франкенштейн и дракулы и прочая хуйня это не такая прибыльная срань как блять бэтмен супермен то есть изначально поэтому блять я думаю что дисси будут блять продолжили кому там право принадлежат на все это говно будут продолжать да да одессе это по моему warner brothers они короче будут продолжать ебошить даже если провалится вся вот эта вселенная у них уже уже есть ответвление дохуя у них есть джокер значит у них есть вот новый бэтмен которого отсняли все никак не выйдет из-за корона вируса там где этот патиссон значит и а еще будут ответвляться как по всем направлениям просто другие вселенные делать потому что слишком гигантские деньги и тут еще такой момент есть что они не хотят забрасывать уже имеющиеся вселенную сразу просто потому что там есть вандер вуман это вот основная причина почему они не могут просто взять и просто переснять все нахуй потому что там было несколько успешных супермена в принципе и вот вандер вуман и а ну аквамен по моему выстрелил тоже прокате вот то есть когда момент то есть на заработок да по-моему да я вообще слушаю теорию что вот эти все вселенные они закончились то есть сейчас уже невозможно создать успешную вселенную и кто запрыгнул на поезд и не разные войны marvel они вот берут и и дальше уже вселенных не будет но аналитику где где-то было не помню где читал не знаю не знаю по большей части выглядит как будто крах эти всех этих кино вселенных он вызван просто охуительными решениями конкретных людей то есть взять те же звездные войны ну и все хорошо по бюджету то есть ну они может быть не так хорошо соло валютом денег соло провалился то есть вот как спин-офф про хана соло он провалился это первый фильм из вселенной звездных войн провалившийся в прокате то есть они как бы сделали это охуенно может можно блять медаль получить же я я из честно думаю что чтобы чтобы фильм по звездным воинам нахуй в прокате блять обосрался это это специально надо что-то сделать потому что я не знаю это самая блять большая прибыльная франшиза за за всю историю кино в принципе то есть она дальше бьет рекорды то есть вот и провалить ну охуенно талантливый то есть это это же даже блять ну они на продаже ебаных фигурок поднимают блять больше чем ну типа там много на самом деле маркетинга средств дохода то есть интеграции с брендами различными то есть там не знаю вплоть до чью-то упаковку переделать стилистикой звезды войн вы часто делают это влияет на продажи и они космические деньги зарабатывать просто на интеграции в рекламной кампании да значит еще и еще сказать хотел на эту тему кино вселенная да то есть звезды войны проваливаются да то есть вот лига справедливости кстати дисси тоже такой же пример абсолютно зак снайдер делал фильм да может быть фильм вышел бы плохой но блять это фильм суперменом блять бэтменом чудо-женщины и так далее он по идее должен затащить охуенно по деньгам не то чтобы он провалился как бы но собрать можно было бы пиздец как много просто чисто на брендах в итоге чую как бы блять представитель студии смотрят как бы на результаты этих тестовых показов блять фильм чё-то мрачный давайте позовем джосу выдана нахуй он же заебись снял блять первых уместителей да ну вот я думаю что если блять добавить второго режиссера который охуенно работает то блять фильму от этого станет лучше ну так что речь так работает блять то есть вот у нас уже уже один режиссер делает фильм ну зак снайдер да то есть три спартанца вся хуйня нормально нормально пойдет давайте еще одного блять туда ебанем вот который тоже успешный тоже кассовый и тогда умножится успех ну в итоге как бы ну джос выдан это ну типа бафи истребительница вампиров как бы всякое такое то есть юмористические диалоги яркие краски и так далее в общем в итоге осветлили фильм и блять но произошло страшное потому что внезапно оказалось видно что герои в идиотских нахуй костюмах лонских ходят блять весь фильм что киборг нарисован блять и так далее ну плохо блять но это даже не самая большая проблема фильма там просто короче просрано все потом отряд самоубийц блять очевидно что ну кому-то в голову пришла охуенная идея заделать джокера в стилистике trip-hop скорее всего это был один какой-то чувак который такой блять вот у меня есть видение типа что вот джокер в эстетике лил памп блять лил пип это все хуйни это это да это это охуенно вот этого мы не видели это то чего хочет зритель выяснилось не хочет ну опять таки это потом очевидно кому-то пришла в голову идею что на роль вот этого киллера блять надо поставить уилла смита ну что он очень кассовый актер что это за собой повлекло что уилл смит под себя переписал в ебаный сценарий блять то есть ну нельзя было это предугадать как то что это произойдет когда блять если фильме появляется уилл смит или том круз он как бы ну переделает блять сценарий под себя как потому что но это одни из самых позудил самые кассовые актеры за за всю историю голливуда по крайней мере в начале нулевых они такими были вот как бы на момент выхода момент начала блять там съемок взвода самоубийц ну типа и был смит был уже не тот но при этом запросы у него были вы уже все те же нахуя его было туда звать тем более на роль дэдшота который типа должен быть беспринципным киллером то есть персонаж которого никакой на пуган смит никогда и блять играть не согласится в кино принципе перепишет сценарий под себя зачем это было сделано нахуя чтобы что в итоге пососал к пососала короче девятая рота самоубийц так lead disorder спасибо за подписку три месяца спасибо топич опять-таки то есть это тоже какой-то 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 крах какой-то кино вселенной в итоге получается просто блять один долбоеб блять придумал какую-то хуйню еще какой-то мудак какой-то блять что-то высрал блять и в итоге все то есть один просранный фильм еще один просранный фильм потом после отряда самоубийц все думали что отряд вы думали что блять отряд самоубийц говно а хищных птиц блять не хотите ли на блять не обляпаетесь то есть если тоже провалились смотря на то что никто это была такая очень таргетированная группа алис для кого они принадлежались да несмотря не вопреки этому они провалились уже это же работает всегда пиздец просто хуеть мы по-моему блять хищных птиц сделали специально для людей которые как бы говорили что отряд самоубийц говно вот то есть то есть вот душно реально на фоне хищных птиц отряд самоубийц принципе нормально нормально есть есть блять сценарий какой-то там типа события друг из друга как-то вытекают то есть там блять как бы harley queen это один персонаж а не все блять главные как бы герои потому что в хищных птицах нахуй просто все все блять женские персонажи они все блять просто про где-то спроецированный образ хараха harley queen блять и все они просто решили вот это блять сработало дайте напишем еще пять таких же персонажей нахуй говорят типа у них там в комиксах есть бэкграунд какой-то и так далее но я блять этого не вижу по фильму ну пиздец какой-то конченый охотница за привидениями как тебе охотница за привидениями охуенная человек ты просто ничего не понимаешь но я просто сейчас про крахи киновселенных говорю то есть охотница другое не стоит забывать что имеет место также киновселенная фильмов в заклятие заклятие 1 заклятие 2 аннабель аннабель 2 аннабель возвращается домой монахиня я ерона монахини самое худшее что есть населенной правда а ты смотрел для ее роли посмотри у меня для тебя сюрприз серьезно это примерно как вот блять отряд самоубийцы и блять и хищные птицы потому что это это действительно следующий левел блять значит что еще блять да то есть первое заклятие выстрелила внезапно второе тоже зашло в принципе всем блять аннабель выходит аннабель говно печаль делают вторую аннабель 2 аннабель чуть-чуть лучше 1 окей значит будет делать третью блять потому что это сука хоррор это же это же никак это же не как боевики где там мать один фильм какой-то обосрался и типа все то есть и франшизу можно закрывать нахуй и у актер карьеры не будет с хоррорами не так потому что хорроры там они бюджет не требуют никакого да их может липать очень много много разнообразных и проще не делать вселенную проще постановые делать с учетом того что тебе не нужны особо и как бы прилегающиеся лица то есть пора делать нам мало известных актеров самый большой пиздец на самом деле это аннабель возвращается домой потому что одно дело монахиня там и так далее это просто плохие фильмы аннабель возвращается домой это что-то совсем особенное потому что они посреди франшизы корроров более-менее серьезных сделали фильм который это по сути дела как фильм мурашки с джеком блэком потому что там главные герои все дети и там за весь фильм никто не умирает то есть там появляются всякие призраки спуки скерри скелетонс блять вот там даже призрак оборотень есть то есть там просто ну рандомная хуйня короче происходит из-за того что какая девочка маленькая девочка хотела попиздеть с батей и как бы то ли амулет какой-то блять спиздила из подвала у супружеской 4 воронов то ли еще где такая хуйня короче эту хуйню она сделала блять и в итоге все духи которые были в подвале у главных героев заклятия они как бы вырываются наружу в итоге мы получаем один из самых блять разочаровывающих принцип фильмов из всех возможных потому что ну фильме показано только как это дико банальная хуйня никто не умирает ставки очень низкие главные герои не покидают пределы дома весь фильм фильм детский таким образом я целом любитель детских хорроров вот мне нравится хоррор гильям дертора типа лагерин фабна и хронос например я не считаю их детскими хоррорами там хотя бы там смертей мало ну да но они все-таки более нагруженные в плане каких-то у каких-то посылов там так далее сюжетно тоже здесь просто дико примитивная хуйня то есть вот это было на уровне мурашек именно то есть тайна я имею ввиду то есть блять вселенную паранормального явления обсудить это не то чтобы вселенная по нему хотя но не тот не то чтобы вселенную просто пять фильмов то есть это можно обсудить кино вселенных леву машину на самом деле она связана с фильмом мой друг иван лапшины там есть четкая отсылка когда короче уже кленского везут к сталину там говорит что говорится что его жена играла двойные роли и это отсылка на роли это же актрисы в мой друг иван лапшины на хуя я сейчас вернусь герман серьезно то есть там действительно это есть два фильма не связаны вместе так это самое до киновселенная между прочим все фильмы тарантино они в одной киновселенной находятся мне пришли в чате упоминали этого самого кивина спейси у него тоже ой кивин спейси кивина смита вселенные кивина смита до вселенные по типу клерков тоже кивы сам ляде мир но это кстати еще одна киновселенная которая пиздой пошла блять то есть вселенная кивина смита что если кто смотрел блять джей молча любого боба 2 это полный пиздец блять на уровне йогануток примерно перезапуск который типа джеки молча любого перезапуск да 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 блин жалко на самом деле не в неплохая вообще у него манера и в целом это такие сюжеты и персонажи жалко что он потерял в итоге все да было отлично просто я не знаю есть подозрение что он сначала разочаровался в кино после фильма блять коп-аут судмурт потому что ну типа по словам кивина смита блять брюс уиллис на съемках коп-аута он настолько не хотел там сниматься что вместо того чтобы бывают актеры которые не учат реплики до выучивают сценарий так далее хуй с ним хуйня блять вылс брюс уиллис на съемках коп-аута просто молча сидел тем момент когда персонажи надо было говорить были поэтому огромное количество сцен просто пришлось по чикать блять и заменить чисто из-за того что блять брюс уиллису было в лом произносить реплики может быть он их и запоминал хуенно разгорел фильм говно я не буду просто блять ничего говорит вот ну после этого я думаю это как-то очень сильно повлияло на кевина смита после этого собственно он начинает делать фильмы нового своего типа то есть красный штат бивень а потом уже йога до 100 красный штат это вообще на его топовой фильм не кажется вообще во многом из всего что он делал во многом да ну как бы потом выходят йогануты то есть но типа все пожали плечами я тоже пожал плечами ну видимо ради троллинга сделал как бы на отъебись какую-то хуйню которую ну типа внутри ли настолько говно что и людей можно пытать этим фильмом просто я думаю что но это типа специально для для спец показов короче значит такое антифестивальное кино то есть ну всякое бывает то есть есть режиссер ларс фон триер который во вполне будет нормальные фильмы вставляет специально сцены чтобы люди уходили блять с фестивальных показов то есть это принципе прецедент есть всякого потом выходит джей молчаливый боб 2 и становится уже как-то немного не при себе блять хороший комедия за кем или снимает порно семейная милая комедия да мне смотрят то есть просто ну типа нынешний кевин смит он просто но это сказать эти неловкий момент когда человек начинает ну например кого-то пародировать изображать идиота да вот чего там руками размахивать звуки издавать и в начале все думают что типа это это шутка там отсылка блять кто-то чет не понял но потом это продолжается где-то час на хуй то есть я не знаю ну типа да на уровне сиквела джей молчаливого боба это вот реально такой момент когда блять блять я даже не знаю клерки 2 клерки 2 смешной фильм хороший мне 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 понравились старые клетки не вторые клерки это вообще заебись особенно на фоне того что сейчас снимается и первые понятное дело прям хорошо хороши то есть у него реальность хорошие фильмы они по-своему хорошие то есть они реально какой-то вот почерк имеют в отличие там авторской даже да он он причем даже почерк на ну да и 3 чему тарантино то есть он может быть даже чем-то талантливее чем тарантино но недооценен и вот как будто бы у него есть вот задаток но на воду конца не вскрывает ну да ну да ну возможно именно то что люди не могли никак блять прорубить его фишку и видели только шутки про члены и вот а потом у него этот герой детства брюс уиллис оказался полным вот каком блять личном общении это как-то очень сильно его со временем травмировала то есть у меня есть такое подозрение что то что он сейчас снимает какой полное говно это не шутка просто типа какая-то тонкая с его стороны как бы просто снимает говно теперь отъебись так недавно прошел резидент evil 2 ремейк как как счет чеки я не играл ни в один резидент мне пухой просто насрать ты что идиот ты идиот мне что потанцевать не ну да то есть в кевин смит он вот ему можно потанцевать короче на данном этапе выжить и по всему можно танцуй кевин смит скоро отъедет очередного инфаркта блять хуяли на штоков веса блять сбросил он вес сброс бросил как валять джон гудман примерно кого-то его спит блять просто пиздец вы видели как кевин смит выглядит сейчас на фоне на фоне фильма джейму чрево наносит ответный удар например что скажешь про dark universe universal помимо того что говно слона понимаешь чем дело я уже много раз я много очень говорил про dark universe в dark universe до в этих много множественных попытках запустить dark universe было изрядное количество неплохих фильмов ван хельсинг по сути дело это была попытка запустить dark universe ван хельсинг блять как блокбастер это хороший фильм он тупой блять но я могу назвать плохим фильмом чё там плохого то актера там играют хорошо спецэффекты хорошие сюжет более-менее как-то вяжется ну туда-сюда пойдет все эффектно стильно но ван хельсинг пиздец как пососал в прокате свое время просто пиздец то есть в американском прокате он не собрал очень нихуя мировом прокате потом то есть на на dvd ну на носителях короче он более-менее затащил но для сиквела этого недостаточно и пошло пиздули ван хельсинг реально неплохой фильм в общем-то не не хуже того что сейчас выходит примерно такого же жанра и не содержание вообще не хуже смотрится прямо отлично да есть такое при этом собственно вы все собственно видели его в детском или подростковом возрасте именно потому что он блять провалился в прокате и очень быстро из-за этого появился по телевизору врать и я чего я его смотрел по телевизору причем несколько раз то есть именно что вот я по телевизору показали почти почти сразу просто жил кино провалилась прокате брать лицензия на показ нихуя не стоит все убить на значит по первому будут показывать значит ван хельсинг потом из из как бы потом были еще другие попытки были попытки просто ремейков этого старого кино про монстров был человек волк из минисио дель тора довольно неплохой фильм скажешь не ван хельсинг лишь в отличие от ван хельсинга он скучноват вот но он тоже очень стильный там тоже охуенно играют актеры блять и в принципе оригинал человека волка ну я понимаю конечно что если фильм старый то наверняка он охуенный то есть он тут должен быть дико пизда там человек волк оригинальный полное говно снятая на волне популярности дракула блять там даже там дальше блять когда тебя кусает волк оборотень фильме человек волк в черно-белом с лоном чайни младшим у тебя блять появляется печать в виде пентаграммы низ хуя на предплечье сама из-за того что тебя укусил волк и причем очевидно зачем это было сделано потому что фильмы про дракулу с белый лугаши там как бы ну от вампиру то остается как бы две точки от укуса как бы на шее типа как бы их видно то есть там есть этот сюжетный элемент что есть знак того что тебя укусил вампир а собрать ним непонятно в душе в блять собаку укусила блять и стартом неясно блять поэтому у него появляется печать нахуй на руке дико тупое говно на самом деле оригинальный человек волк на мой взгляд версия с бенисио дель тора блять лучше но как бы опять таки ну всем просто насрать на человека волка блять никто не пошел на эту хуйню именно потому что блять ну мы по моему уже закончили с оборотнями у которых просто волосатые ебало да то есть сейчас в принципе уже можно сделать на компе нарисовать и блять как бы костюм слепить такой чтобы у человека лицо как у волка было вполне себе как в dog soldiers или или хотя одну в американский образе в этом блять в лондоне тоже кстати современные фильмы про оборотней там как правило у человека голова все-таки волчья с вытянутой мордой вот и поэтому вот эти брахицефальные черно-белые блять оборотня просто с волосатым еблом ну это типа ну хуйня как бы вот поэтому на эту срань никто не пошел в общем по эстетическим причинам и вырасту по причинам ну блять и релевантности этой темы блять про оборотней хотя фильм неплох сам по себе то есть я даже могу порекомендовать человек волка с бенисио дель тора вот а там еще кстати есть моя любимая разновидность скримеров когда происходит два скримера подряд и один в другой встроен когда главгерой когда главгерой просыпается из-за скримера и после этого происходит еще один скример и он еще раз просыпается из-за этого потому что он проснулся в сне вот просто типа у меня так в реальной жизни было блять поэтому очень неприятно мне недавно был сон я лежал и я как бы проснулся и смотрю что у меня потолок как бы рушится куб долбит тот самый фигней потолок и дом начинает рушить и потом я просыпаюсь и понимаешь что ничего не происходит совсем неприятно да но я имею ввиду что как бы ты просыпаешься понимаешь что ничего не происходит и потом у тебя блять рушится дом и ты опять просыпаешься понимаешь чем дело то есть как бы потому вопрос потому что там сон во сне и в каждом блять сне поступательно ты блять просыпаешься то что умираешь блять или чем-нибудь в этом роде это самый охуенный вид сна просто блять да да вот в общем это в целом как-то точно кримером то есть они хорош что он или плохой для это зависит от того как как они принципе преподнесены потому что скример устроен как шутка там есть сатапа punchline примерно то есть без сатапа скример он хуёвый почти всегда то есть когда просто низку я внезапно выпрыгивает конь херня к тому же как правило это фейкаут то есть как правило это кореш главного героя который блять и внезапно потрогал его за плечо и раздал саундтреке раздался стингер в этот момент тогда он блять хуенно то есть элементы плохих скримеров это фейкауты это скример без сетапа и это скример который полностью держится на саундтреке то есть если скример не работал бы без саундтрека это хуёвый скример саундтрек он его должен усиливать конечно если саундтрек вообще есть он его может усиливать но он не может он не должен его создавать вообще когда пугающие всякие эффекта создаются саундтреком не обусловленным сценарно это элемент говна то есть почти однозначный то есть это это по сути дела вот фактор который просто в одно лицо может сделать фильм говном и кстати игру тоже мне почему амнезия не нравится кстати за dark descent потому что амнезия в амнезии по крайней мере это когда начинаешь играть до того как еще появляется ебака амнезия блять там в саундтреке рандомные блять звуки которые никак не обусловлены тем что происходит в игре там шепоты блять какие-то скрипы трески то есть именно расчет на то что ты в игре будешь оглядываться постоянно на ну блять типа ну это хуйня же с тем же успехом можно можно блять и фейковые подсказки например в интерфейс добавить да то есть типа ты думал что это кнопка блять для нахуй здоровья ахуй там наебал блять то есть ну можно так тогда давайте тоже страшно будет блять то есть полная срань или типа хит-поинта блять убирать низку я там еще очень в этом роде потому что ну на мой взгляд на одном уровне примерно то есть а вот блять мы и ебанули тебе управление например как бы посреди игры чего страшно блять или синий экран блять пиздануть как бы тут тоже заебись а блять испугались посрался вот то есть ну охуенно то есть пугалки должны быть сюжетно обусловлено сценарно обусловлено если это не так то ну хуйня фильм из игра тоже вот и скримеры до скримера бывают хорошие бывают плохие ну вот я перечислил свойства плохого скримера то есть он либо фейковый либо без сетапа либо он полностью состоит из саундтрека это интересно вот как он должен будет устроен потому что никогда не думал что в шутке должен быть и сетап и панчлайн реально срабатывать это надо посмотреть они сделаны ну то есть вот как в первой пиле как в первой пиле когда этот фотограф подходит к шкафу медленно он освещает себе путь вспышкой от фотоаппарата он подходит короче к этому шкафу там идет дальше опять приближается открывает шкафа блять шкафу нихуя не видно все он опять делает вспышку фотоаппаратом и там чувак блять маски свиньи блять который на него бросается то есть там очень длинный сетап более-менее креативный вспышка это уже было на самом деле уже к тому моменту в кино все равно да ну к вопросу dark universe значит после того как обосрался человек-волк ебанули дракулу с этим как забываю постоянно неважно дракула получился очень неплохой мне фильм про дракулу тоже зашел но блять он тоже обосрался в прокате потому что смотреть фильм про историю румынии блять никому нахуй за пределами румынии не интересно даже из там вампиры есть но вот как бы блять и пиздец нахуй это же это вселенная тоже как бы опять таки из из этого фильма не получает продолжение ну а потом гениальные там блять фильма про фрэнкенштейна и так далее то я как бы пожалуй опущу потом выходит гениальнейшая мумия и опять синдром взвода самоубийц ну куя блять вам том круз фильме про мумию и понятное дело что единственный способ сделать фильм про мумию с томом крузом смотри бельным это чтобы блять том круз играл эту ебаную мумию противном случае блять фильм с названием мумия будет нихуя не про мумию а прокута рандомного мудака который блять самолета падает блять еще чуть широебится нахуй по городу и так далее это очевидно было изначально блять потому что это блять том круз то есть ну типа ну переписывает агенты бы отказались но не это понятно что он не стал бы блять лично отказался бы похуй агенты не агенты он него принципы есть всякие по этому поводу просто типа он не играет злодеев и как бы скорее всего мумий всяких тоже ему возможно религия даже не позволяет вот ну то есть нахуя было блять его звать фильм мумия это как бы хоррор то есть понятное дело что мумия которая сбрала была с брендоном фрейзером это ну так не то что вы пиздец какой хоррор хоррор для всей семьи такой семейный очень хоррор но все равно хоррор нахуя в хорроре том круз блять который очевидно под себя перепишет весь фильм он всегда так делает блять единственный способ блять чтобы том круз не переписал под себя весь фильм это наебать его сказавшую блять сценарий элрон хаббард блять написал на куй типу ну как бы все зачем они блять этот ну в итоге получилось то что получилось ужасно пишут мумия царь скорпионов норм ну блять ты имеешь ввиду типа мумия 2 что ли или ты имеешь ввиду царя скорпионов без комментариев блять там рассел кроу доктору джекила игра уже про него не сделали отдельный фильм да вы кстати не увидите никого из этих актеров скорее всего в этих ролях то есть не будет ни чеки невидимки джонни дэппом блять не доктора джекила и мистера хайда сразу кроу ну и знаете я чё-то не очень даже сожалею поэтому посняли вообще даже с этих самых тварей ну с тварей между прочим ему выплатит весь гонорар как бы ну ну сняли и сняли как бы я не знаю я бы ну тут где дело в том что все это люди тыкают пальцем в то что его убрали из блять тварей блять твари говно типа это это кал это это блять с натяжкой кино вообще блять особенно вторая часть которой он появилась часть это просто вообще я не знаю я смотрел ее и не понимал что смотрю я не знаю это прям кровь из глаз текла когда я смотрю ну блять плане в плане фантастических тварей по моему он как бы знаешь я думаю джонни дэп сам себя насрал в кровать чтобы блять проиграть суд как бы чтобы блять получить гонорар нахуй за третьих тварей и не сниматься там при этом то есть вот я думаю это многоходового очка такое было потому что в плане тварей он только-только выиграл основная проблема в том что у него кроме этих тварей нахуй карьер боль блять больше не будет нахуй блять лет 10-20 где-то так все где-то на старой стороны денег ему хватит не ну деньги денег-то ему хватит я я переживаю не за не за финансовое благополучие джонни тэпа нахуй то есть у него в принципе есть самые разные большие друзья которые всегда ему найдут работу он сейчас ему например деньги потребовались он папа это поехал в концертный тур с элисом купером блять где-то полтора года колесили по по штатам просто то есть у него блять нормально все в этом плане будет ну как бы он хороший актер в общем то то есть он заебавший конечно всех актер как безруков но так же как и безруков блять он хороший актер блять с которым может играть и может играть по-разному вот так как по мне лучшая роль тома круза была в южном парке да да вот так была роль итоге вышло что лучший фильм про франкенштейна последних лет это мы решили 2017 не на самом деле франкенштейн с робертом де ниро был хороший возможно вы даже не знали что такой фильм существует блять но он есть там еще был кеннет брана по-моему он его и снял блять такие дела ну лучшая роль кеннета брана это конечно же дикий дикий запад когда увлекался кино посмотрел пару фильмов жанна люка гадара невыносимый кал но комьюнити синифилов на него прям наяривала смотрел что-то из его фильмов особенно интересует мнение силе я не смотрел ничего из гадара и я про заранее знаю что мне не понравится и я просто зачем чтобы что ну если говорить про гадара то важно понимать что это французская новая волна и он многое принес в кинематограф новые какие-то средства ну и язык именно киноязык он нес новые средства общения то есть следующая камера персонажи которые смотрят камеру вот это все с него пошло и гадар по сути повлиял просто на дальнейшее становление фильмов поэтому он очень очень важен в этом плане в принципе я не люблю гадара то есть я не такой большой фанат подобного кинематографа поэтому может быть смотрел что из последнего типа прощайте слова хорошо но я не французского кино как тебе мумии тридцатых сороковых пятидесятых там все говно кроме самой первой то есть вот самая первая мумия с борисом карловом в роли собственно мумии там и грим охуенный когда вы до сих пор хорошо смотрятся и в принципе прикольный сюжет все остальные все сиквелы черно-белые мумии они наполовину состоят из кадров из первого фильма нахуй так что просто забей там нечего смотреть тому же там в какой-то момент мумию начинает играть если я не ошибаюсь launch launch и не младший который но ну вы знаете кто такой launch и не до принципе и учитывая что тот launch и не был старший а это младший то ну наверное должно закрадываться какое-то такое подозрение что возможно чувак пробился не из-за охуенной актерской игры ну и он чей не младший он еще немного жирный то есть то что мумия она прибавила в весе в какой-то момент это тоже просто охуенно смотрится блять короче если если черно-белую мумию смотреть то только самую первую потому что остальное просто блять реально трата времени как это просто мусор ну человек волку так он вообще говно даже даже самый первый вот дракул хороших было много до киса и 91 100 рублей здравствуй мистер чмонька хорошего стрима я недавно слышал что фильмы бегущий человек и чужой происходят в одной вселенной там есть определенные отсылки еще к этой вселенной относится фильм солдат что думаете об этом смотрим бегущий человек и чужой с точки зрения ридли скотта действительно находится в одной вселенной все-то это мнение автора значит фильм солдат должен был быть в той же в той же самой вселенной но фильм солдат это не ридли не ридли скотт по моему вот и там ну чё-то у них не срослось по моему в плане фильма слухи солдат он бомбадок прокате то есть дико сосну хотя фильм фильм топовые то есть я рекомендую фильм солдат в общем вот хороший бы вот ну как бы но собственно все что можно сказать на эту тему на самом деле с точки зрения автора бегущий человек подожди смысле бегущий не бегущий человек блять бегущий по лезвию просто чувак написал бегущий человек он очевидно имел ввиду бегущего по лезвию и я тоже имел ввиду бегущего полезу человек блять бегущий по лезвию нахуй бегущий полезно думал начали когда вопрос был с 1 и ты подумал что бегущий человек да бегущий по лезвию и чужой он они в одной вселенной находится бензопила виталий 100 рублей Кукич, как вам и гостю, фильм «Мгла» 2007 года посмотрел недавно и охуел в хорошем смысле. Атмосфера безысходности и человеческого безумия передана отлично, а концовка заставляет неслабо так взгрустнуть. И, как мне кажется, этот фильм намного сильнее, чем «Побег из Шаушенко» и «Зеленая миля» того же режиссера. Ну, смотри, как правильно Габлач в свое время сформулировал это на месте Стивена Кинга, я бы не позволял вообще никому экранизировать свои работы, кроме Фрэнка Дарбанта, в принципе. Потому что, ну, в остальном выходит какое-то говно, ну, типа «Сияние». Вот, как бы, ну, самому Кингу «Сияние» не зашло, так что вполне себе валидная, на самом деле, претензия. Могла отлично, единственное, что я могу сказать, я, я, блядь, проорал над концовкой. Потому что, ну, типа, концовка выглядит, как шутка в стиле груза 200. Я не знаю, на мой взгляд, она, нахуй, смешная. Как будто посмотрел «Тормодоловые ночи» Фрэнки Бойла, там, что-то в этом роде. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- это довольно бессодержательный фильм причем он демонстративно бессодержательный то есть как бы в книжке слишком много сюжета было для стэнли кубрика поэтому когда афроамериканец телепат добирается до отеля его сразу хуярит топором блять джек николсон он если что как бы этого нет в книге он по моему вообще выживает как бы до самого конца из-за не ошибаюсь вот при этом в фильме отель не взрывается в конце просто я я к я не не горю что типа фильм должен повторять книжку полностью да но в книжке есть ахуенные экшен моменты которые какую-то хуя были просраны полностью в фильме зачем чтобы что чтобы больше половиц нам показать этих треугольных или какие там гексагональных ну полная срань какая-то унылая без сюжета да да давайте еще больше сцен где нам коридор показывают охуенно очень круто страшно бы обосрался пиздец можно ну то есть просто кубрика другая задача но я думаю что спорт по этому поводу ну сверх задача кубрика для отдельного для лильного стрима ты сверх задача кубрика была снять по одному фильму каждого жанра по сути делал то есть он сделал сай фай тем определенную тема зла она открывается во всех фильмах и природы человеческого зла ну в общем сияние это вот когда он полез снимать ужасы ужасы у него блять не получились на мой взгляд нихуя к счастью большинство любителей ужасов это блять идиоты которым можно просто рассказать что фильм хороший и они будут это повторять вот и поэтому собственно сияние пользуются дикой популярностью комьюнити любителей хорроров но основная причина просто в том что но комьюнити любителей хорроров так же как комьюнити любителей металла она по большей части состоит из идиотов то есть это то что мне эти жанры нравятся это не значит что я хорошо отношусь блять к этому комьюнити никто сияние не воспринимает как ужаса ты когда-нибудь пробовал смотреть хотя бы один топ 10 самых страшных сцен блять то есть вот что-нибудь в этом роде там так или иначе где-то в районе номера 5 всегда будет какая хуйня и сияние то есть либо это бабка блять соответствующий срак и под тухлая блять в ванной то есть либо еще эта хуйня которая причем снято так блять неоправданно по-мудацки и медленно не поэта нахер вообще там эта сцена она нихуя не делает по сути дела они два она не страшная бабкой да с бабкой то есть она ну это страх джека перед тем что его жена повторяет там же все на психологизме построена то есть он он же сам он не хочет быть особо на ту роль не воспринимает он от нее бежит и хочет убежать высшего там настолько там настолько охуенный психологизм что джек николсон блять выглядит как конченый ебанат самого начала фильма блять то есть ну типа у него вообще нету у него просто нет развития как у персонажа кстати в отличие от первоисточника все просто в самом начале блять как как когда они только в кабинете этого уисоса блять сидят короче джек николсон уже смотрят на всех из подлогий однако и молчит то есть ну блять это какой-то кал вот ну и про то что там типа он не хочет быть отцом и боится что его жена постареет и так далее но типа додумывать надо за сценариста типа сценаристу дописалась изначально то есть это изначально кубрика закладывал очевидно потому что ну во первых он как бы любит это все психологию фрейдизм и он повсюду его вкладывает не но вкладывал он может быть но фильме этого нет то есть она ну как бы ну не не доложил чё-то ну-ка как еще можно он видит сексуальную женщину потом опять старуха ну очевидно ну как бы нет не очевидно потому что это типа но как бы пугалка блять фильме ужасов то она могла в гремли на например превратиться блять просто но это там дорогие спецэффекты для этого требуются ну кубрика не было проблема на последних фильмах с бюджетами то есть его была предвзятость против нормальных спецэффект изрядно я считаю сияние сияние хуйня блять дико унылый неоправданно блять унылый фильм в котором просто неоправданно мало действия то есть просто блять не а проблемы не в том что мало действия а в том что там блять могло быть много действия и его нет нихуя то есть убрано все специально чтобы виде не было какой-то примерно как вот охуенная экранизации пикника на обочине stalker любите любители первоисточника могут наверно понять как 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 наверное всем охуенно зашел stalker после прочтения что забавно что торговский явно подсматривал кубрика и явно его влиянием вот то есть единственное что кубрик хорошо придумал все я не топор потому что в книге по моему джек торранс хуярит дверь молотком для пола деревянный молот для для игры в конное поло это полная хуйня то есть это очень плохая идея топор гораздо лучше но это собственно все я блять вообще не вижу что там такого охуительного блять в этом фильме так да про мглу ну кстати в мгле мне больше запомнилась даже не концовка в мгле мне больше запомнил запомнился основное действие по сути дело основная часть все там блять есть сцена когда из чувака в коконе блять лезут пауки это охуенно там охуенный визуал единственное что мгла там изначальная задумка дарванта была что фильм черно-белый должен быть я рекомендую смотреть ему в черно-белом варианте потому что тогда там компьютерная графика лучше выглядят компьютерная графика там сделано с расчетом на то что фильм черно-белый поэтому она смотрится немного плюшево когда он цветной лид disorder 100 рублей так тому крузу 2 миллиарда лет он уже мумия ну есть такое да он все равно не стал бы играть но можно было сделать дико пиздатую мумию есть огромное количество актеров которые отлично могли бы это сыграть мумию отлично могли бы сыграть это бабу как там я забыл я я я помнил по именам всех всех персонажей мумии с 90-х забыл уже вот огранное количество людей огромное количество актеров есть которые охуенно для сыграли бои фильм бы окупился не окупился бы дико пиздато но получилось то что получилось люди тупые они так для люди тупые просто очень тупые все это если том круз кассовый актер это значит что если вписать фильм как какую волну то значит фильм окупится от миллиона раз да так это и работает безусловно